Тема нашего сегодняшнего занятия Коза на примеси Представьте себе, что коза очень голодная и съедает все, до чего может дотянуться Если вы вобьете волшек, привяжете к нему веревочку, на веревочку к козу то она, разумеется, сможет съесть круг А вот представьте себе, что вам хочется, чтобы она съела не круг А, например, чтобы она съела полук Или чтобы она съела траву в виде треугольника Или чтобы она съела траву в виде прямой Или чтобы коза съела траву Кто-нибудь может придумать систему колышков, веревочек При помощи которой вы могли бы заставить козу съесть в точности траву внутри треугольника И ничего не съесть за пределами этого треугольника Прошу Ну, насчет того, что если здесь волшек, то между ними берешь Понятно, я понял его идею Предлагается, на самом деле, волшек не сюда надо вбивать А вбить волшек сюда и сюда И натянуть здесь веревочку Имеется в виду, что коза, по его мнению, не сумеет через эту веревочку перебраться Значит, ребята, давайте сделаем такую дополнительную задачу Считается, что через любую веревочку Коза может перебраться Считается, что она настолько ловкая Кстати, вообще козы, они действительно довольно ловкие И что только они не вытворяют Они и на задние ноги могут встать И загнуться могут очень хитро Нет, ребята, из колышков сделать забор запрещено И веревки натянуть в большом количестве, чтобы из них сделать что-то вроде забора Тоже запрещено Требуется именно конструкция из нескольких вбитых в землю колышков Которые, ну, таких вот, петелек на земле, да? Крепко вбитые в землю Из веревок и из колышков делать заборы нельзя Ну, один, ну, два, ну, пять, ну, десять, ну, не больше То есть тысячу вбить вот так вот, как и в индукруса, нельзя Нет, я не понял, а где веревки? Нет, сколько будет ошейников на козе? Четыре Замечательно, заметьте, мы покупаем четыре ошейника И говорим к козе, что в целях ее же блага на нее надо надеть четыре ошейника Ее будет не пускать один ошейник за пределы одного округа, правильно? Другой ошейник не будет пускать за пределы другого округа Ребят, есть такое понятие пересечение множества Смотрите, вот если это ошейник не выпустит ее за пределы этого округа Это нормально Вот это ошейник на какую длину будет? Вот так То есть мы вот так вот где-то, да? Берем вот такой вот круг И вот так проводим, согласны? Заметьте, пожалуйста, это не другой Это криволинейный круг То есть здесь будет не прямой отрезок, а такая дуганка Вообще, пересечение нескольких кругов Не может на границе иметь ни одного прямого отрезка К сожалению, таким образом невозможно получить прямой отрезок Три колышка Да Украшу два куточка, да? А здесь у нее нет коза В смысле? И как она? Она так надета, что веревка натянута, да? И она может за у нее слезть? Нет Тогда коза съест только один отрезок Если она может туда пойти, то это будет элипс Давайте я сразу объясню, как очень легко сделать, чтобы коза съела всю траву внутри элипса Легко Вбиваем два колышка Дальше привязываем веревку сюда-сюда И на козу надеваем ошейник Но такой вот ошейник, где будет веревка Не обязательно до такой длины, а там будет через кольцо Понимаете, да? Да Вот И тогда получится, ребята, элипс Я, может быть, ее очень ровно рисую, но тем не менее Это будет называться фокус элипс Когда-нибудь стоит вам показать соответствующие рисунки Я понимаю, многие видели, но сегодня я проекте не принес Но тем не менее, элипс получить можно К сожалению, опять-таки, на границе элипса нет ни одного прямого отрезка А можно, ну, ставить веревки, чтобы не врезать на предказу, как в такую загородку? Нет Использовать веревки для того, чтобы образовался запор, нельзя Был бы огромный прогресс у нас, если бы мы хоть как-то получили прямой отрезок Вот где-нибудь Потому что пока круг легко Элипс тоже Пересечение нескольких кругов тоже Но, к сожалению, прямой отрезок не получишь при помощи пересечения кругов Элипс 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 Очень интересно То есть вы хотите пересечение элипс и круга, да? Ну, посмотрите, если вы имеете элипс Смотрите, вот у нас есть элипс Смотрите, вот у нас есть элипс А вот у нас есть круг То пересечение этих двух фигур Вот такое Общая часть Не почти, а так и есть А если пересечение такое, то согласитесь, тут нет ни одного прямого отрезка Вот здесь вот она будет привязана двумя колышками, так она может уйти Что такое, коза привязана двумя колышками? Нет, она привязана двумя веревками, а вот здесь вот находятся колышки И коза как бы идет вот туда и всегда... Я не понимаю вас Как устроено это? Что у нее на шее и что куда привязано? Он служит на колышках От них оттянуты веревки Да А то есть это называется пересечение двух кругов, так? Один колышек С веревкой Не позволяет ей выйти за пределы вот такой круг Другой колышек с веревкой не позволяет выйти за пределы такой круг Получает пересечение двух кругов, так? Давайте я вам объясню как устроено пересечение двух кругов Папа Ни одного прямого отрезка на границе у пересечения двух кругов нет. Вы используете веревку в качестве забора. Что такое веревка держит козу? Я не понимаю. Здесь полушек убит, здесь полушек убит. А что это? Коза в ноль веревки? Садитесь, сначала подумайте. Это много полушек, каждый из которых упускает козу. То есть, на самом деле, речь идет о пересечении нескольких кругов. Правильно? Не выпустит козу за пределы вот этого круга. Эта веревка не выпустит козу за пределы вот такого круга. И получается пересечение многих кругов. Давайте мы с вами посмотрим, как выглядит пересечение нескольких кругов. Вот он. Вы видели? Да. Здесь нет ни одного прямого отрезка. Все, садитесь. Ладно, ребят, я боюсь, что надо рассказать вам конструкцию. Давайте побьем два полушек и натянем между ними веревку, но не будем привязывать ее к козе. А на эту натянутую веревку набросим петлю, которая может свободно скользить вдоль этой веревки, но не может заскочить с полушек. И уже к этой петле привяжем к козу. Давайте подумаем, что у нас будет. Нет ни прямоугольника. Смотрите, когда она дойдет до крайнего положения сюда, то сможет съесть круг. В промежуточном положении она сможет съесть какой-то вот такой круг. Ребята, это будет объединение кругов, которые перемещаются вот так вот параллельно. Давайте поймем, какое же это объединение. А вот какое. Это прямоугольник. И два полукруга. Давайте эту фигуру назовем стадион. Это, разумеется, не математический термин, но мне нужно как-то коротко это называть. Итак, натягивая веревочку, на нее петельку, к этой петельке другую веревочку. Получается объединение вот такого прямоугольника и двух полукруг. А вот теперь смотрите, что потребуется. Представить каждую из наших четырех фигур. А на самом деле этих фигур можно и больше. В виде пересечения нескольких стадионов. Давайте начнем с полукруга. Пожалуйста, нарисуйте мне два стадиона, чтобы этот полукруг был бы пересечением этих двух стадионов. Нарисовать, конечно, это совсем-совсем удобно. Давайте я попытаюсь за вас это нарисовать понять. Значит, чтобы получился полукруг. Смотрите, что оказывается можно сделать. Вот здесь, смотрите. Я вернусь, пожалуйста. И сначала рисую целиком кругом. Не очень ровно, но надеюсь мне поймете, да? Зарисовал круг, а нужен полукруг. Дальше я провожу вот так вот. Кстати, абсолютно не важно на какой высоте. Важно только, чтобы весь полукруг вошел. И рисую наш с вами стадион. Смотрите. Значит, это система полушек. Один полушек вбивается вот сюда и не выпускает козу за пределы такого круга. Еще два полушка вбиваются вот сюда. Между ними натягивается прямой отрезок. Веревка. Веревка, да. Веревка. И вторая не выпускает за пределы вот такого стадиона. А пересечение этого горизонтально расположенного стадиона с кругом, это как раз и есть полукруг. Увидели? Да. Отлично. Теперь нарисуйте два стадиона, пересечением которых является прямухой. Вы понимаете, стадион это не так же прямлёсно, а полугода еще. И здесь он полугода. Нет, вы как плохо рисовали. Давайте, давайте. Давайте по поводу олимпиад. Значит, преподаватель, к сожалению, очень часто, особенно в прошлом году, когда у нас встала в настоящем году школьник, этот эффект был виден. Очень часто олимпиады, к сожалению, приносят вовсе не хороший результат, а наоборот. Дело в том, что очень многие из вас, уснав о том, что вас куда-то отобрают, совершенно извините на это бедутся, на эту дешевую лесть. Значит, ребята, пожалуйста, поймите, что олимпиады, которые проходят в третьем, в четвертом, в пятом, да извините, даже в седьмом, в восьнем классе, это все олимпиады на чрезвычайно небогатом материале. И поэтому, если вы там даже занимаетесь самое-самое первое место, это ничего не говорит, кроме того, что вы там прочитали пару книжек. Очень много хрустных примеров, очень много людей, которые начинали заниматься, и в некоторый момент объявляли себя этими самыми, там, третьими, пятыми, восьми мальчиками Москвы, и на этом все заканчивалось. Так, значит, посмотрите, ребята, вот один полукруг, вот здесь второй полукруг, и вот он у меня, один стадион, видите? Понятно нарисовал? Да. Замечательно. А как это делать? Колышек сюда, колышек сюда, веревку дотянул, и вот такой длинный веревочку сейчас я привезу. Отлично. Как теперь получить прямоугольник? Да очень просто. Взять, например, стадион большого размера. Кстати, можно было и здесь просто полукруги нарисовать и убить колышки сюда. Это не важно. Важно, что вот второй стадион, я давайте так шире нарисую, чтобы он на глаз отличался от первого. Абсолютно не важно, где он там, что вот это вот идет. Потому что, так, кстати, этого у него нет, и вот этого не сушка, что в деле нет. Пересечение вот такого стадиона и вот такого, его могут быть поменьше, зато неважно. Это в точности на самом деле вот такой вот прямугольник. В точности такой вот прямугольник. Отлично. Надеюсь, что у вас хватит сообразительности понять пересечением скольких стадионов можно получить в треугольник. Давай. Так, один стадион. Ну, почему ты так закругляешься? Неужели ты не понимаешь, что это не полугольник? Так, второй стадион. Ну, единственное, что треугольник у вас получился на самом деле прямоугольный и кромнопедренный, а просили треугольник получить кромнопедренный. Но идею вы поняли правильно. Все, садитесь, спасибо. Идею вы поняли абсолютно правильно. Давайте я сейчас эту картинку покажу молодым человеком. Ваши родители здесь не для того, чтобы вы с ними болтали во время занятия. Между прочим, я разрешаю взрослым, и это сына мешает. Потому что он думает не о задаче, а о том, как он придется перед мамой. Это очень просто. Реально, вы бы просто вышли в банк, и все. Я не выгоняю это, потому что говорю, что вашему ребенку вынулось в сто раз лучше. Потому что сейчас все, о чем он думает, как понравится мамочке. У него нет мысли о задаче. Он здесь, извините, на испытании, он здесь пытается понравиться вам. И это очень плохо. На самом деле, к сожалению, очень многие школьники занимаются не математикой, а математикой для Марии Сергеевны. Математикой для Ольги Петровой. Математикой для мамы. Математикой для папы. И в уме у них, это совершенно отдельные науки, и мысли о том, что нужно просто решать задачи, у них нет. Потому что они на самом деле приспосабливаются к жизни. Понимаете? Они пишут дачки и знают, что вот это напишешь, сколько Петровы порадуются. А это напишешь, Борис Сергеевны порадуются. А вот этому маму не рада. А мысли о том, что они при этом на самом деле изучают науку, к сожалению, очень многих школьников вообще нет. Потому что, ну как же, мы же, какая же наука? Мы просто занимаемся тем, что показывают что-то там. Мане или папе, или там учительница. Кому там показывают они. Это вот такая неприятная, к сожалению, особенность очень многих. Так, я посты узнавал. Надо сейчас нарисовать отрезок параллельно вот тому. Так, ребят, смотрите. Ну, у меня, может быть, не очень ровно получается, но идея такая. Вот этот вот стадион дает нам на самом деле вот так расположенный стадион дает нам, соответственно, такую стадию. Осталось нарисовать третий стадион. Давайте я его нарисую внутрь и пледнее. Не потому что это нужно, а потому что я хочу, чтобы было видно. А здесь, на самом деле, не важно, пройдет через сумершину или пройдет выше. Вот, важно вот что. Что у меня здесь получается тоже полукруг, и здесь у меня тоже получается полукруг. Вот, пересечение трех стадионов – это треугольник. Значит, итак, это всего потребуется шесть полушков и шесть верюек. Так, теперь вопрос, как получить это? Ответ на легко. Смотрите, чтобы ограничить вот эту вот сторону, на самом деле, нужен вот такой вот стадион. Вот, что еще осталось? Да, остался вот такой отрезок. Это еще один стадион. Вот, все понимают? Да. Ну, может быть, у меня опять криво получается, но смысл понятен. Вот, и, наконец, надо ограничить вот такой вот отрезок. Да, пожалуйста, провожу как угодно. Здесь вот, значит, полукруг, здесь полукруг. И у нас получается вырубленный пятиугольник, который является пересечением четырех стадионов. Все. Я считаю, что с этой задачей мы вполне разбрались. А теперь, господа, такой вопрос. Пусть нам нарисовали треугольник и четырехугольник. Очевидно, что это могло выглядеть вот так. Треугольник и четырехугольник. Давайте посмотрим, сколько вершин у пересечения. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Пересечение вот такое вот. На самом деле, это еще мало. Давайте сейчас посмотрим. Представьте себе, что я нарисовал вот так. Так, так, так и так. Считаю. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Очень хорошо. Очень хорошо. А теперь вопрос. А восемь бывает? Пересечение треугольника и четырехугольника. Может ли быть восьмиугольника? Так, я здесь забыл написать, что здесь шесть всего, да? Итак, шесть бывает, семь бывает, а вот в восемь. Чтобы у вас не очень ответов бывает, нужно просто нарисовать картина. Треугольник и четырехугольник, пересечение которых это восьмиугольник. Кстати, можно я выражу сомнение в том, что это можно сделать? Смотрите. У треугольника сколько сторон? Три. Три, двадцать. У четырехугольника? Четыре. В сумме сколько? Семь. А вот теперь обратите внимание. Вот эта штука, это кусочек стороны четырехугольника. Это кусочек стороны треугольника. Кусок стороны четырехугольника. Кусок стороны четырехугольника. Кусок стороны треугольника. Кусок стороны четырехугольника. Кусок стороны треугольника. Получается, что мы здесь уже взяли максимум. За счет чего может возникнуть восьмая сторона? Да? Какую-то сторону надо использовать дважды, да? можно показать конечно надо суметь какую-то сторону использовать дважды ага молодец молодец догадался правда пересечения это здесь не восьмиугольник а два четыреугольника однако молодец что догадался идея такая берешь не вы четырехугольник и берешь а вот так да и берешь треугольник вот смотрите что тогда у нас здесь подникает вот это общая часть треугольника и четырехугольника и вот это тоже общая часть это два четырехугольника а кстати давайте посмотрим что будет если бы что было бы вернее если бы я нарисовал как сначала хотел значит смотрите если вот так нарисовать скольки угольник у нас получится 1 2 3 4 5 6 7 у меня получилось семиугольное пересечения огромную часть задачи мы только что решили мы поняли что не обязательно четырехугольник выпутать четырехугольники бывают и такие как мы только что рисовали не выпутали а вот как расположить треугольник и невыпуклый четырехугольник это вы сейчас должны сообразить рису и рису и давай меньше слов больше Ставим вершину треугольника вот здесь вот, а сам треугольник рисуем вот так. Давайте я заштрихую пересечение. И пронуммирую вершину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично, молодцы. Даруя народу конституцию. Царь организовал несколько партий среди N своих подданных. Любого подданного можно зачислить в несколько партий или не зачислять ни в одну из них. Однажды советник по национальной безопасности принес царю-батюшке список врагов народа. По конституции царь может выбрать несколько партий и отправить в тюрьму всех подданных, участвующих во всех этих партиях. Какое наименьшее число партий необходимо было организовать изначально, чтобы заведомо можно было отправить в тюрьму всех врагов народа и только их. Учтите, что врагами народа может оказаться весь народ. Царь не является частью своего народа. Задача на самом деле довольно получительная. Потому что действительно, когда царь-батюшка проводит демократические реформы, он всегда должен как-то предусмотреть, что называется, возможности. И вот вопрос. Сколько надо организовать партий, чтобы возможность посадить в тюрьму любой набор людей у царя-батюшки-сохранения? Ну, давайте, что называется, не относящаяся к этой задачам. Совсем недавний пример. Вот несколько дней назад было обращение Путина к людям. Там больше четырех часов по телевизору передавали. И там была такая замечательная штучка. Значит, Владимир Владимирович сказал, что он озабочен тем, что большинство людей понимают... Кстати, очень немало лет ушло у нашей страны на то, чтобы это пользоваться. Но тем не менее, сейчас действительно, абсолютное большинство людей понимают, что выборы были фрисфицированы. И, соответственно, что он распорядится на всех избирательных участках на президентских выборах поставить веб-камеру. Понятно, что это веб-камера? Это видеокамера, которая снимает и прямо сразу в интернет, там, по определенному адресу передает... Веб-камеру, потому что каждый мог видеть, что там происходит. Отлично. Ну, вернее, не каждый, а тот, у кого будет адрес, кто будет знать. Понятно, что вряд ли они это выложат целиком в интернет, боятся. Наверняка они это сделают, чтобы в определенные места не было вступать. Нет. Вопрос. Почему? Почему Путин не боится на всех участках поставить... Он действительно этого не боится. Поставить веб-камеру. Да? Да? Потому что это по-другому праву, кто принадлежит. Отлично. Ну, смотрите, совершенно точно, что квалификация будет. Абсолютно точно, что на этих участках будут вот так же, как на прошлых выборах, там, сотнями впихивать подделанные бюллетени. Почему Владимир Владимирович, зная, что он будет организовывать квалификацию без следующих выборов тоже, не боится поставить там веб-камеру? Да? Да. Он, понятно, вырежет с каким-то кусочками. Он вырежет. Просто тысяч записей вырезать. И кроме того, если там, извините, будет сплошная фактификация, то довольно трудно вырезать. Понимаете? Да. Мне кажется, что, смотрите, понятно, кто он был в этом мире. Да. Он был в этом плане в списке. Да. А вот думал, как если он выкладывает, там делать, ну, все там правда... Еще раз, там будет огромное количество жульничества, прямо видно. Ну да. Вопрос, почему он этого не боится? Смотри, это не боится. Не боится. Смотри, это очень даже будет. Очень даже будет. Да. Я хотела сказать, что, чтобы там бомбу еще не подложили. Чтобы там бомбу не подложили, наивная девочка, да. 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 От того, что люди увидят, что они будут голосовать за двух, а за десять и за двадцать. Понимаете? Ему страшно нужны. Поэтому, да. Можут многие люди, чтобы по интернету видели. Да. Будут видеть. Почему он этого не боится? Что все правильно. Да. От того, чтобы за него больше кто голосовал? Нет, от того, что люди увидят сертификации, больше за него голосовать не будут. Да. Чтобы все видели, вот какой он хороший, по словам, да. Отлично, отлично. Все увидят, что он хороший, но, извините, понимаете, от того, что человек сделал одно хорошее дело, предыдущие, там, двенадцать или сколько лет, они этим не загладятся. То есть ни один из вас, извините, ничего не понимает. Да. Да. А ну что, какой-то человек, если ты что-то не понимаешь... Что, что? Не слышал. Это они не понимают. А что, взрослые тоже не понимают, что это? Нет. А это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, потому что дети обязательно должны знать, в какой стране. Есть такое понятие правовое посвящение. Одна из главных бед нашей страны, что люди не читают конституцию. Люди не читают законы, не знают, по каким законам они живут. У детей абсолютно, да и, к сожалению, у многих взрослых, абсолютно фантастические представления об уголовном кодексе, совершенно фантастические представления о гражданском кодексе, об уголовно-процессуальном, гражданском кодексе. То есть, понимаете, они, с одной стороны, вполне себе полноценные россияне, а с другой стороны, у них представления о законах, которые в нашей стране, из сказок про Маугли. И, понятно, да? К сожалению, ребят, доклады. Все, я вижу, что вы ничего не понимаете. Доклады. Страна, ребята, вообще-то живет по закону. Вообще-то, есть такая вещь, как конституция. Есть такие основополагающие законы. Послушайте, это вам полезно, ребят. Есть такая штука, как гражданский кодекс, уголовный кодекс. Гражданско-процессуальный кодекс, уголовный кодекс. И, разумеется, сейчас за вас этим занимаются, пока вам 17 лет не исполнилось, ваши родители. Но крайне важно понимать, что вы живете не где-то в безвоздушном пространстве, а вы живете в реальной этой стране с этими законами. Вот доклады, господа, почему абсолютно спокойно Владимир Владимирович не боится, что на всех избирательных участках будут стоять вверх камерах. Потому что в нашем процессуальном кодексе написано, видеозапись не является доказательством совершения преступления. Вы можете принести в суд хоть десятки, хоть сотни кассет. Судья абсолютно спокойно напишет, по моему мнению, запятая, это не является существенным обстоятельством. И все. Вот реальный пример из моей жизни, реальный пример из моей жизни. Ну, несколько лет назад я там столкнулся с судами, и судья московского суда выносит решение. Пронина Юлия Дмитриевна сама себя родила. Так вот, дорогие мои, это решение было обжаловано московском городском суде. Это решение было обжаловано верховным суде, президенту. И все они сказали, что если судья районного суда сказала, что возможно саморождение женщины, значит, так оно и было. Создана судебная система в нашей стране, которая никакие нарушения и никакие совершаемые преступления не засчитает. Вы придете с этими пачками видеозаписей, вот все 90 тысяч, да? А они вам говорят, к материалам дела не приобщать все. И будут по закону абсолютно правы. Потому что эти самые законы писали... Кстати, я их в основном не буду написал, а Медведев писал в основном, потому что он тогда руководил на всеми этими органами, которые осуществляли судебную реформу. Просто действуя строго по закону, никакие видеозаписи не являются достаточными материалами для того, чтобы там что-то отмять и так далее. Это очень важная черта законодательства нашей страны, что доказать что-то при помощи никаких видеозаписей, аудиозаписей в принципе нельзя. Вот очень важно, чтобы вы это понимали, какой страной живете. Итак, давайте все-таки, сколько партий надо организовать, чтобы любое население можно было арестовать. Ну, давайте так. Если вдруг весь народ оказался врагами народа, понятно, что для этого нужна... Но тем не менее, понятно, что для этого нужна одна особая партия. Согласны? Все, пишем. Первая, или давайте нулевая оставим. Нулевая партия состоит просто из всех людей. Отлично. А еще какая партия нужна? Я боюсь, что вы за это время уже успели забыть. Поэтому давайте я вам условия быстренько напомню. Даруя Конституцию, царь организовал несколько партий среди Н своих подданных. Любого подданного можно зачислить в несколько партий или не зачислять ни в одну из них. Однажды советник по национальной безопасности принес царю список работников. По Конституции царь может выбрать несколько партий и отправить в тюрьму всех подданных, участвующих одновременно во всех этих партиях. То есть берется пересечение. Вот называют несколько партий и берется именно пересечение. Какое наименьшее число партий необходимо было организовать, чтобы заведомо можно было отправить в тюрьму всех врагов народа и только учтите, что врагами народа может быть весь народ, царь не является частью своего народа. Две партии. Неверно. Нет. Царь, он не начинает своего захвата. Царь, он выше, он на схватке. Да. А царь, он выше, он выше. Царь, что ли? Он выше, он выше. Не, не, не. Ну, царица она тоже. Даже если она есть, то она все равно по дорогу не входит. Да. А Н партии надо? Н партии. Вы почти правы. А какие именно партии вы хотите? Какие именно партии вы хотите, чтобы были организованы? Да? Продицаря и звать. Ну, в общем-то, он же не знает заранее, кто у него будет врагами. Но каждого человека. Не то. Нет, партии, потому что человек не знает. Нет, давай, еще раз. У нас нулевая партия состоит из всех людей. Это понятно, это разумно. А вот дальше... Так, давайте я нарисую народ, то ли, буквами. Представьте себе. А, Б, В, Г и Д. Пять человек. Народ состоит из пятерых. Значит, давайте список партий. Одна партия состоит из всех пятерых. Это если вдруг потребуется в союзе... А, парень еще третий, кто? Не то. Пожалуйста, диктуйте мне еще несколько партий, и я объясню, ну и... Давайте. Какие партии еще точно нужны? Заданого человека. Заданого человека. Заданого человека. А как? Заданого человека. Из никого? Заданого человека. Мне это партия, которая точно нужна, да? Нужны партии, которым будет по одному человеку. Не то. Даруя народу конституцию. Царь организовал несколько партий. Это понятно? Да. Понятно. Любого человека можно зачислять необязательно в одну партию. Можно вообще никуда не зачислять. Это тоже понятно. Отлично. Дальше. Однажды ему принесли список правов народа. Нет, не случайный список. Отлично. По конституции царь может выбрать несколько партий и отправить в тюрьму всех подданных, участвующих во всех этих партиях. Это тоже понятно? Да. Он говорит, что вот эта партия, эта партия, эта партия объявляются плохими. И если человек участвует и в это, и в это, и в это, то есть пересечения, то тогда он точно плохой и все. Заметьте, он будет при этом абсолютно гуманистом. Согласны? Он же не за участие в одной партии, а за то, что человек во всех этих партиях участвует. Какое наименьшее число партий необходимо организовать, чтобы заведомо можно было отправить в тюрьму всех врагов народа и только их. Учтите, что врагами народа может быть весь народ. Учли. Написали, что на всякий случай нам нужна партия, которая включает в себя весь народ. В случае чего царь объявляет, что она преступная, и весь народ пошел по этапу. Это нормально. Теперь вопрос, какие еще партии нужны? Ну, возможно, еще нахожу нахожусь. Например, а вы можете. Молодец. Ой, наконец-то разумное слово звучало. Смотрите. А, В, В и Г. Это в каком случае? Если вам не хочется сажать в тюрьму человека Д. Согласны? Замечательно. А еще какая партия нужна? А, В, что? В. А, В, В. В, живите. А, В, В и Г. Смотрите. Если это партия, это значит, что не сажают Д. Это партия, это значит, что не сажают Г. А, В, В. Молодец. А, В, Г, и Д. Отлично. А, В, В, В. И, наконец, последнее. В, В, Г, и Д. Заметьте, достаточно было одному из вас произнести разумные слова, а именно, придет нам вот это вот сказать, да? И дальше все уже сразу все будет. Значит, в чем идея? Вот это вот, это весь народ, это все кроме одного человека Д, все кроме К, все кроме В, все кроме В, и здесь все кроме А. Представьте себе, что нам захочется посадить, ну, не нам, что мы садим, захочется посадить в тюрьму, например, кого? Например, А и В. Что такое А и В? Да очень просто. Это значит, надо не сажать в тюрьму Д, надо не сажать в тюрьму кого? Г. И надо не сажать в тюрьму В. То есть, это есть пересечение трех множеств. Давайте это так и запишем. Пожалуйста, форму не спешите. Это множество А, В, В, В в пересечении с множеством А, В, Г, и, наконец, в пересечении с множеством А, В, так, что я ошибся, А, В надо дать В, а здесь А, В, Г, вот, множество является пересечением трех множеств. Отлично. Мы разобрались. В общем случае, разумеется, будет n плюс один. И сейчас разрешите несколько картин. Значит, одна картинка очень простая. И давайте я ее поясню. Просто раньше мы с вами решали задачи, а сейчас все то же самое в теоретическом виде. Это называется пересечение двух множеств. Вот есть множество А, множество В, и в пересечении, давайте запишем форму, это такие элементы Х, что Х принадлежит А, и при этом Х принадлежит В. Так, я давайте сразу объясню, что вот этот знак, это, на коллеге это при компьютере, наверное, видели, читается И. И. И тому, и тому. Одна картинка, по-моему, абсолютно понятная. Теперь давайте следующее, тоже нехитрая. Операция объединения. Вот есть множество А, есть множество В. Что такое объединение? Эта, так вот, вертикальная палочка читается таким, что, иногда вместе у нее двоеточие ставят. Так вот, смотрите, Х принадлежит А, давайте я здесь по-русски напишу, или Х принадлежит В. На самом деле, иногда используется вот такой вот значок, это значок И. Отлично. Следующая картинка. У нас есть два множества. Давайте обсудим, что это такое. Вот это множество А, это множество В. Это называется, давайте я это пишу слова, вот это вот объединение. это называется пересечением. Вот. А вот это называется разность. Разность. Вот вам формула. Нужно, чтобы Х принадлежал А, и при этом не принадлежал бы В. Ой, я забыл объяснить вот этот значок. Это знак принадлежит. То есть, элемент Х принадлежит множеству А. Это называется разность двух множеств. Так, теперь, на всякий случай, хотя, наверное, это, конечно, и без меня понятно, но, тем не менее, скажите, пожалуйста, как будет обозначаться вот это множество? В. 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 Дальше. В. 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 А, отлично. На самом деле, на этом картинки не заканчиваются. Есть замечательная такая вещь. Смотрите, пожалуйста. Итак, множество А, множество В. А вот здесь такая замечательная штука. Надо взять разность А и В и разность В и А. В математике такой объект встречается довольно часто. Конечно, можно было бы каждый раз писать вот так, однако, повторяю, поскольку это часто встречается, то принято такое вот краткое там значение. А дальше треугольничек рисуется, и дальше пишется В. называется симметрическая разность. Симметрическая разность. Симметрическая разность. Это надо взять объединение двух множеств и из него выбросить их пересечение. Вот, если угодно, так можно понять. Все эти вопросы надо разбирать на следующей схеме. То есть представьте себе, что А – это внутренность вот этого круга, В – этого, А – С – внутренность нижнего круга. Я сейчас напишу вам несколько форм. Вы должны будете нарисовать лучше цветными карандашами. Так, вот вам, четыре задачи. Прошу вам. Рисуем в централе. У меня нет индустрии, что можно на одно занятие выучить всю теорию множества. Но, с другой стороны, потихонечку привыкать к этой терминологии, безусловно, нужно. И эти слова очень часто произносятся во время решения математических задач, пересечения, объединения. Поэтому просто вам обязательно нужно потихонечку их учить. Это так же, как с иностранным языком. Разницы никакой. Один раз услышал – не понял. Второй раз услышал – не понял. Пятый раз услышал – не понимает, чем надо, уже там на что-то дальше. Понимаете, вот этот переход от знания и знания, он происходит как постепенно, человек даже сам не замечает, как постепенно, что он научается. Значит, итак, четыре картинки вы должны нарисовать. Каждый раз надо нарисовать. То есть, начать надо с того, чтобы четыре раза нарисовать. Давайте, пронимеруем. Значит, раз, два, три, четыре. И здесь я нарисую, соответственно, тоже четыре раза. Значит, итак, вот вам четыре круга. Те самые наши А, В, С. Вот вам четыре круга. А, В, С. Вот вам еще четыре круга. Все необходимое для решения я сделал. Осталось вам только нарисовать, там, заштриковать потихонечку. Пересечь, да, заметьте, в этих задачах даже никаких разностей, симметрических разностей нет. Только пересечения и объединения. Поэтому. Кстати, интересный вопрос. Почему у меня здесь В так плохо подписалось? Да? Вообще-то здесь В было... Ребята, я одновал. Почему-то я обсаду с другом В. Не понятно. А нормально это я хочу. Нужно? Давайте. Сколько не все подряд, а какую-нибудь одну выберите. А в пересечении с В. Это вот так. О, молодец. Справился. Так. Отойдите. Все, все, все. Я объясню. Что такое А в пересечении? А в пересечении с В. Это вот такая вот штучка. С, С. Вот она. Общая часть А и В. С. Это вот этот круг. Соответственно, когда объединяешь, надо просто вот это стелеть, и получается круг с вот таким добавком. Отлично. Вторая картинка. Третий, четвертый. Давайте. Вы не бойтесь использовать кандаши разных цветов. Сейчас как раз полезно кандашами рисовать. Молодец. Все, все, иди садись. Значит, ребят, четвертую задачу он сделал. Как он рассуждал. А в пересечении с С. Это вот такая штука. То, что я сейчас жирно-жирно. Видите, да? Вот это А в пересечении с С. А В в пересечении с С. Это вот такая вот штука. А соответственно их объединять, это все, что... Молодец. Это вторая картинка, да? То есть вы думаете, что это пересечение всех. Ответ неверен. Нет, нет, нет. Первая уже... Да. Да. Это вы что рисуете? Объединяйте А и С. Правильно? Объединяйте, давайте, штрихуйте. Давайте, давайте, да. Быстрее только. Э, С надо тоже заштриховать. Так. Итак, объединили А и С. Так, ребят, значит, вот он. Это объединение, В и С. Такая вот... Снеговик или... А вот сейчас... Представьте себе, что это тоже заштриховано, да? Вот такая штука. А сейчас надо взять ту часть, которая и белым закрашена, и зеленым заштрихована. И что же это такое? Это С. А? Нет, это не С, это не только С. Это С и С. Ходи. Молодец. И белым закрашена, и внутри зеленого. Нет, не надо здесь, покажи пальцы. Так. Так, так. Молодец. Между прочим, это в точности то же самое. Оказывается, господа, что верна такая формула. Это очень простой, но тем не менее закон теории множества. Мы с вами доказали формула, которая верна для любых трех множеств. Услышали? Да. Для любых трех множеств. Теперь давайте-ка ровно то же самое сделаем в третьем случае. Давай, пойдем. Надо закрасить мелом пересечения на третьей картинке белым голову. Закрасить. Все, а ты не пропустишь. Что ты делаешь? Тебя просили объединить. А в объединении с Б закрасить белым мелом. Ты сказал, нет, это надо было закрасить. Надо было еще много чего. Объединение А и по-шестам. Вот это. Объединение А и Б. Тебя требовалось за объединение А и Б белым цветом закрасить. Чтобы решать задачу так же, как в прошлом случае. Давай быстрее. Вас, еще учти, что из-за спины что-нибудь. Да, белым, белым, белым. Отлично. Дальше требуется взять зеленый и белый. Уничтоженный маленький кусочек, до этого нам хватит. И обвести С. Чтобы было, как в предыдущей, задача. А вот теперь надо взять то, что закрашено белым и при этом обведено зеленым. Да, это вот это. Нет, со спины чуть-чуть. Отойди чуть-чуть, пальцы покажи. Да, что внутри белого и внутри зеленого. Отлично. И сравнить это с четвертой картинкой. Это одно и тоже. Молодец, Анис. Все правильно. Это действительно строго одно и то же. Получается, что мы доказали еще один закон теории множества. Господа, давайте полноты радик. Я вам объясню еще одно замечательное понятие, которое в теории множества есть. И про него мы тоже докажем буквально чуть-чуть. Значит, идея такая. Представьте себе, что у вас есть какое-то огромное множество, которое называется универсум. Ну, например, если вы интересуетесь людьми, то это множество всех людей. Если вы решаете задачу от числа, то это множество всех чисел. Если вы интересуетесь их на этом рыбами, то это множество всех. Множество, которое содержит в себе все элементы, которые вас интересуют в этой задаче. Так вот, если имеется некоторое множество А, то, внимание, определение такое. Дополнение – это по определению в разность универсума и множество А. То есть, например, если универсум – это множество всех людей, а множество А – это множество всех женщин. Что такое тогда дополнение? Народ. Да? Это все остальные женщины. Отлично. Как называется это «всех не женщин»? Мужчин. Правильно? Да. Отлично. Если множество А – это множество всех рыб, а множество А – это множество всех ресноводных рыб. Что такое дополнение? Дополнение – это множество всех морских. Совершенно верно. Ну, правда, бывает, которые море и здесь, но это за мной. Так, и вот, внимание. Оказывается, что верны в следующие два закона. Оказывается, верны в такие два закона. Требуется нарисовать картины и понять, что это действительно так. Я вам рисую универсум. Я вам нарисовал множество А, нарисовал множество Б. Пожалуйста, сообразите, что такое дополнение к объединению и что такое пересечение дополнений. Ну, для начала. Кто-нибудь может показать на доске объединение множеств А и В? Давай. Пожалуйста, пошликать. Объединение множеств А и В. Ой, просто не хватит. Мне нужно дарить. Что надо сделать? Скажи. Завязывайся. Завязывайся. Все, отлично. Так? Так или не так? Это называется объединение А и В. А что такое дополнение к объединению А и В? Так, ребята, я понял, что надо сделать. Я не пленюсь и нарисую несколько картин. Так будет лучше. Значит, и так. Вот здесь вот у меня нарисовано объединение множеств А и В. Это понятно. Теперь, давайте я к нему нарисую дополнение. Что такое дополнение к объединению? Это все, что не заштриховано на этой картинке. Согласны или нет? Все, пусть нарисуют. То есть, вот это называется дополнение к объединению множеств А и В. Сейчас еще две картинки. И я уверен, что вы все поймете. Две картинки так есть. Значит, мне нужно нарисовать дополнение к множеству А. Дополнение к множеству А это все, что не входит в множество А. И мне нужно на соседней картинке нарисовать дополнение к множеству В. Ребята, я боюсь, что зря я этим стал заниматься. Ну, давайте уж, всталк, всталк. Я больше половины раз ничего не понимаю сейчас. Так, значит, еще раз. Множество А и В это вот такие круги. Это понятно? Дополнение к А это все, кроме А. Это тоже понятно? Дополнение к В все, кроме В. А теперь, внимание, что такое пересечение? Это значит, надо не быть ни внутри А, ни внутри В. Согласны? Ну, а это дано. Ну, в общем, ребята, видите, сами подумайте, с родителями какой-нибудь. Ну, ну, это правда. Так, давайте вам объясним. Что такое пересечение А и В? Это вот это, правда? Да. Что такое дополнение к пересечению? Вот это. Это все, все, все вот это. Согласны? Да. Все, кроме закрашивания? Да. Все, 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 кроме закрашивания. Отлично. А теперь, посмотрите вот сюда. Что такое дополнение к А и что такое дополнение к В? И вы увидите, что это в точности и есть то, что нам надо. Слушайте, я думаю, я когда-нибудь просто цветные картинки принесу. Потому что, ну, это вообще в огромном количестве книжек все нарисовано, понятно. Я боюсь, что главная проблема в том, что у меня есть еще три картинки. Ладно, все. Ребята, в любом случае, даже если вы в конце ничего не понимали, давайте договоримся. Козе слабо. Потому что про козу, надеюсь, все-таки все будет. Да?